Шуба, оливье и винегрет. Праздник из страна, которых нет. Послушайте полезные советы по шубе, оливье и винегрету. Всем привет! С вами я, Саня Саль, папугай Жако Волька, мой традиционный помощник в моих кулинарных роликах, и канал Саль-Студио сегодня приготовит вам эти три замечательных волшебных салата родом из нашего детства, а, детишки, 70-х, 80-х? Но сегодня мы приготовим всё это в один присест, ничего не перепутаем, правда, Кутузов? И, конечно же, в кратчайшие сроки, ибо новогодняя кутюрьма не терпит проволочек. Ну, поехали! Тарелочки для каждого из ингредиентов приготовлены. Раз, два, три, наша ёлочка уже горит. Запах мандарин, всё как положено. Вот в одной кастрюльке у меня бурячки варятся, в другой картошечка морковочка. Отдельно, чтобы бурячки это всё пока не покрасили. И турка с двумя яйцами. Сделаем всё это потише. Будем ждать. Теперь по порядку. Почему нет этой страны, мы уже все давно знаем, даже уже практически иссякли огрызки той самой страны. Почему нет праздника такого? О, мы просто живём в Израиле, а у нас эта тема больная. Смотрим ролик до конца и узнаем, почему в Израиле нет этого праздника. И есть ли что-то вместо него. Теперь, что это за рядочки такие? Эээ, всё просто. Тут главное не перепутать, да, Кутузов? Поэтому эти три салата я называю ласково «три шестёрки», перефразируя классику, да? Но почему так? А всё просто. Ведь каждый из них по моим рецептам содержит шесть ингредиентов. Базовых ингредиентов. Про заправку мы сейчас не говорим. Вот и посмотрим. Каждый из этих рядочков – это салат. Как мы уже видели, да, шуба, оливье и винегрет. И четыре из этих шести ингредиентов у всех трёх салатов повторяются. Что это картофель, морковь, лук и огурчики. Потом всё это немного разнится. То есть у шубы и винегрета свеколка, свёколка, как правильно говорить? Нет, правильно говорить – бурячок. Вот. У оливье – это горошек. Все помнят, как мама доставала горошек к Новому году, а, детки, 70-х, 80-х? И последний, седьмой ингредиент. Ой, пардон, не седьмой, а всё-таки шестой. Ингредиент у каждого из салатов разный. Селёдочка, вот её величество, селёдочка, царица селёдка. Всё остальное – шуба, потом у оливье – это яйца, и у винегрета – это капуста. Капустка, надо сказать, знатная. Мой батя делал. Нет аналогов в мире. Ну что, поехали нарезать? Начнём с картошечки. Может быть, где-то там и хлеб всему голова, а у нас картошечка. И сразу же вспоминается Новый год, 31 декабря. Мама строгает салаты в тазике, а мы с сестрой смотрим мультики и ждём новогоднего чуда. Майонез уже давно куплен, очередь отстояна за ним. Заветный майонез есть, можно и готовить салаты. Все помнят эту красоту? Волшебное чудо, волшебное. Ну вот, картошечка у нас уже почти готова. А-ля-ап! Следующим номером нашей программы будет морковочка. Кстати, знаете, какое самое любимое слово у моего попугая Вольки? Именно оно, морковочка. Вот дашь ему морковочку, а он бросает. Пробовала варёную, сейчас дать вот даю. Тоже не хочет. Ну, придётся в салаты морковочку использовать. Вот такая птичка. Ну, в общем, дело сделано. Вот так, а-ля-ап! Лук, 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 слёзы от лука. Это даже не крокодильи слёзы. Хотя, знаю способ. Научилась резать лук и не плакать. Просто надо мочить нож в холодной воде, смачивать нож холодной водой, и будет вам счастье. Ах, да, давайте эту горькую пилюлю немного скрасим. Я же вам обещала показать места, где в Израиле Новый год всё-таки бывает. А вообще в Израиле у нас свой Новый год, знаете ли, в сентябре. Роша-шана называется, еврейский Новый год. А праздник Новый год наш, всемирный Новый год. Ну, не понимают этого в Израиле. Хотя, хотя, хотя. Ну, судите сами. Тивтам. Сеть некошерных деликатесных магазинов. И уж ни в коем случае я бы их не называла русскими, как зачастую это делают некоторые наши граждане. Нерусский такой вариант Деда Мороза, да, с саксофоном. Дело в том, что в нашей стране официально Новый год не отмечают. У нас есть свой Новый год, еврейский Новый год под названием Роша-шана, который отмечается в сентябре. Но Новый год в том понимании, в котором это делает весь мир, увы и ах, у нас его, ну, прямо говоря, не празднуют. Но вот такие островки предвкушения новогоднего счастья, чуда имеют место в Израиле, ну, в нашем понимании, в предпраздничном понимании эдакого советского и постсоветского человека. Это магазины Кефтаам, это некоторые, как их и вправду правильно называть, русские магазины, они у нас имеются. И, конечно же, это некоторые арабские христианские города. Те, мои дорогие зрители, которые досмотрят ролик до конца, увидят небольшие зарисовочки неоткуда-нибудь, а из предновогоднего Назарета, не больше, не меньше. А пока пишем в комментах, какие у вас предновогодние хлопоты и какие вкусняшки, новогодние вкусняшки вы готовите к новогоднему столу. Рецептам буду рада особо. Вы не смотрите, что в Тифтааме сейчас просторно, просто я пришла специально снять всё это вам для блога перед закрытием. А вообще надо возвращаться к нашим салатам. Шуба, оливье и винегрет. Они нас ждут. Солёные огурчики. Вещь, знаете ли, культовая. Во-первых, как вы заметили, я делаю всё на глаз. Нету такого три картошки, две морковки. Зачем? Это такие салаты, которые получаются абсолютно по-разному всякий раз. И, ну, без ложной скромности скажу, пока ещё никто не жаловался. Ну, а огурчиков в таких случаях много не бывает. Али-ап! Пока буду нарезать на отдельной досточке свёколку, расскажу вам, где мой папа доставал зелёный горошек по секрету. Все помнят о в авоське 6 кило овощных консервов глобус, как у Висбора? Нет, у нас всё намного проще и патетичнее. Дело в том, что мой батя колесил по той стране, которой нет в 70-е-80-е годы. И в некоторых регионах и союзных республиках этот зелёный горошек просто-напросто стоял на полках. И, бери не хочу, нафиг никому был не нужен. Вот так, али-оп! А вот он, мон-папа, дай бог ему здоровья, а также мамын великолепный неподражаемый новогодний стол и мы с сестрой, с мужьями и традиция из детства. Я хочу сказать, что прежде всего пожелать всем им здоровья – это самое главное. Если мы все будем здоровы, нам всего захочется и всё будет у нас. Вот будьте мне все здоровенькие. И чтобы у вас в семье было благополучие. Чтобы ничего вас не огорчало в жизни. Ну, а там посмотрим. Дай бог, чтобы было не хуже. Спасибо, папа. Это наш родоначальник был. Это наш начальник. Да, и вообще. Ну, и остался у нас последний рядочек, который у всех трёх салатов достаточно разный. Вот я порежу два яйца, которые идут на салат оливье. Одно для наглядности ножиком, а другое специальной резалкой яйцерезкой. Вот селёдочку теперь. Селёдочка, как вы поняли, идёт для шубы. И только один ингредиент в этом столбце остаётся нетронутый. Ингредиент этот совершенен. И это квашеная капуста – произведение искусства моего бати. И вот тот, кто посмотрел ролик до этого места, выполняю своё обещание. Это зарисовочка такая быстрая, неумелая. Тогда ещё не умела снимать. Это ёлка в Назарете, по-нашему, нацерет, около церкви Благовещения. Вот это такая ниша под ёлкой. Тут должен был быть библейский сюжет Рождества Христова. Мы попали сюда нечаянно и получили огромное удовольствие от этой атмосферы. Съёмки эти прошлогодние. В этом году мы туда не ездили. Но, в общем, кто хочет получить эту атмосферу и насладиться ей, ну, это не та атмосфера из нашего детства, но всё-таки, вот опять я беру в кадр ёлочку. Она украшена, она не такая, как в нашем детстве, но всё же, это Назарет. Чёрная работа сделана. И вот перед нами такой отменный натюрмортик. Каждый из трёх салатов разложен на составляющие. Сейчас будем соединять. И, конечно же, для каждого из салатов уже приготовлена своя тара. И, конечно же, каждый из этих салатов имеет свою собственную заправочку. Я вот здесь приготовила соль, уксус, майонез диетический я беру, и оливковое масло, и перчик. Ну, будем, наверное, всё это соединять по одному, опять-таки, чтобы не перепутать. Да, Кутузов? Да. И пока буду всё это соединять, теперь это легко, достаточно систематизировано всё это. Да и вообще, знаете, в моей жизни всё подчинено некой системе, которая, как правило, не даёт сбоев. Главная система. Хотелось бы, пока это всё смешивается, вымешивается, ну, шубу, правда, не надо вымешивать, её надо выкладывать слоями, расскажу о своих соображениях, почему в Израиле так негативно относятся к Новому году. Винегрет готов. Очередь за Оливье. И очень уж хочется вам рассказать и поделиться своими мыслями. Всё дело в том, что израильтяне долгие 30 с чем-то лет репатриации из стран бывшего СССР, они всё ещё отказываются понимать, что праздник Новый год – это всего лишь начало календарного года и ничего больше. Обзывают всё это, конечно, какими-то христианскими словами, там, Сильвестер, Кристмас. Я и сама-то эти слова не приемлю. И всё время пытаюсь объяснить израильтянам, что на иврите это всего лишь рош-га-шана-га-луазид, то есть начало календарного года. По календарю этому живёт весь мир, ведь у китайцев тоже свой Новый год, да и у арабов, но, тем не менее, как-то это пока не приживается. Два салата, то бишь винегрет и оливье, которые надо просто смешивать, уже смешаны. А теперь мы промаянезим всего лишь два слоя нашей шубы, что это картошка и бурячки наши. Бурячки я люблю нарезать всё-таки, а не тереть. На мой взгляд, они так лучше сохраняются. Да, вот сейчас перемешиваю. И это всего лишь те два слоя, которые надо промайонезить. Всё остальное я этого не делаю. Кроме того, яйца в шубу я не добавляю. Вот селёдочка, потом, смотрите, вот следующий слой лук. Всё очень просто, быстро. А пока по секрету, по секрету расскажу вам, почему 1 января – это никакое вовсе не Рождество. А всё просто. Католики отмечают Рождество 25 декабря по юлианскому календарю, православные же отмечают Рождество 7 января по григорианскому календарю. А через неделю после этих двух дат – это 1 января и 14 января по нашему Новый год. Но все-то знают, что это бритмила, то есть обрезание. Результатом наших трудов на нашей столешнице образовался вот такой шоу, то бишь шуба Оливье Венегрет. И под такую закусь прям-таки грех не проводить этот страшный старый 2022 год, как водится, водочкой. Вот тем более, что он от нас уходит, убегает, отдаляется, а туда ему и дорога этому кровавому году. А мы с Волькой выпьем из вот этой бабушкиной видавшей виды посуды за то, чтобы горя не было. О, алкаш, алкаш, чтобы горя не было. Оно – вкус детства, вкус страны, которой нет. С вами была я, Саня Саль, попугай Жака Волька, канал Саль Студио. Я вас люблю. Подписывайтесь на мои каналы.